Конференция Он революционер, он пионер лоу-постеров. Его презентация была потрясающе интересной, мне кажется, особенно потому, что он показал новые нетрадиционные пути, рост российской экономики, развитие туризма. У нас в стране хронически не хватает лоу-постеров. Сегодня благодаря Виталию Геннадьевичу Савельеву и Аэрофлоту было изменено законодательство и появился лоу-постер победы. Огромный успех. Но в такой стране, как Россия, лоу-постеров должно быть несколько. И благодаря им повысится мобильность населения, начнет развиваться туристическая индустрия. И говорят, что каждые 100 туристов создают 75 рабочих новых мест. Представляете, что это означает для Санкт-Петербурга, для Москвы, для Сочи, для Екатеринбурга, для Владивостока. Мне кажется, очень здорово, что все эти вопросы сегодня обсуждались. Ну и вторая панель, посвященная инновациям, трендам в развитии индустрии, мне кажется, была тоже очень интересна. Воин, Каэробас, УАК выступили, мне кажется, с интересными презентациями. Мне кажется, что потрясающие успехи у нас все-таки есть. В целом индустрия растет по пассажиропотокам 5-7%, у нас за полгода 20% роста. Это говорит о том, что экономика перестраивается, и, как мы все предполагали, мобильность населения является основным фактором для роста экономики. И будет спрос на значительно большее количество перелетов не только через Москву, но и из региона в регион. Мне кажется, растет новое поколение, мобильное поколение, которое, может быть, пока еще не очень много зарабатывает, чтобы летать на премиальных авиакомпаниях, которых у нас, кстати, большинство. Им нужны именно такие решения, как Победа. Мне кажется, Аэрофлот действительно сделал очень важное для нас всех дело, создал прецедент. Очень восхищаюсь успехами команды Калмыкова, Андрея Калмыкова, руководителя Победы. У них мировой рекорд по использованию в день 737-го Боинга. Надеюсь, что эта авиакомпания будет расти, и мы действительно увидим еще не один лоукостер в России. Санкции, конечно, жизнь не облегчают. Они создают постоянный фактор такого волнения. В нашем бизнесе самое главное – стабильность и предсказуемость. Слава Богу, я стучу по дереву. Пока они не касаются никаких проектов в области гражданской авиации, мы успешно достраиваем второй завод по производству титановых деталей в рамках нашего совместного предприятия с ВСМПО «Ависма» на Урале. Российские авиакомпании покупают рекордное количество самолетов Боинга. У нас большие поставки идут. Конечно, есть проблемы поднимать финансирование в условиях санкции, но эта задача решается. Спасибо Сбербанку, ВЭБу, ВТБ, Китайским банкам. Конечно, легче было бы без санкций. Я бы хотел, чтобы они поскорее закончились. Но и в эти непростые с точки зрения политики времена у нас сотрудничество в области гражданской авиации продолжается. Вы знаете, я вот недавно даже на эту тему разговаривал с руководителем отрасли Александром Нерадько, и я даже пошутил, что, слава Богу, стучу опять по дереву, нам удается летать выше политических дождей и политических туч. Дай Бог, чтобы так осталось, потому что авиация, особенно гражданская авиация, безопасность полета, безопасность наших пассажиров, это такие вопросы, которые не должны быть предметом для политического перетягивания каната. У нас достигнуты очень большие успехи, огромное уважение есть профессионалов и в Америке, и в России. Друг к другу они многие годы работают вместе. Мы проектируем самолеты, эксплуатируем их, и повышаем безопасность полета вместе. Недавно открыли Сколково большой центр по обучению пилотов и безопасности полетов. Очень надеюсь, что мы будем все эти проекты продолжать, и очень надеюсь, что это санкционное давление обойдет нас стороной. Это сотрудничество развивается уже многие годы, ему уже практически 20 лет. Мы очень гордимся нашими проектами с СМПО «Авис». Это, безусловно, лучший завод в мире по производству аэрокосмического титана. Мы повышаем уровень переработки изделий, мы покупаем уже фактически полностью обработанные детали, которые идут на наши самолеты, идут в компании, которые производят шасси, которые производят двигатели. Наш новый второй завод как раз и решает эту задачу. Мы значительно расширим в 2018-2019 году работу по еще одному совместному проекту. Это совместный центр по научным исследованиям и развитию новых технологий. Не секрет, что на Dreamliner летают не только российские детали, но и детали сделаны из российских сплавов. Мы хотели бы, чтобы на новом самолете Boeing, на самолете 777X, 777X, где WSM-PO стал основным поставщиком штамповок, было значительно больше деталей не только сделанных в России, но и сделанных по российским технологиям. Это взаимовыгодный проект, потому что у нас и совместное предприятие 50 на 50, и интеллектуальная собственность, если она разрабатывается совместно, делятся абсолютно в равных долях, поэтому прекрасный самолет МС-21, который нам сегодня Кирилл Будрин показывал, он может иметь такие же титановые детали и использовать те же самые титановые технологии, которые у нас применяются на Dreamliner. Аэробас должен подождать. У нас сложились очень хорошие рабочие отношения с новым руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым и с его командой. У них очень прагматичный, очень бизнесовый подход к проектам, которые имеют большую историю, как, например, Международная космическая станция и совместным проектам в области гражданского космоса. Вот именно такой подход, где самые лучшие инженерные и технологические традиции совмещаются с хорошо продуманными бизнес-целями, нам очень нравится. Может быть, это потому, что Комаров пришел сам из бизнеса, он был банкиром и работал в автомобильной промышленности. Но какая-то, знаете, чувствуется совершенно новая струя, и это очень здорово. И сам Комаров, и руководитель энергии, господин Солнцев, они являются как бы наследниками этой потрясающей истории нашей космической индустрии, относятся к ней с огромным уважением и высоко несут флаг, поднятый к Королеву, но при этом они не менее заинтересованы в том, чтобы развивать это как бизнес. Вот этого раньше не хватало, и это мне дает очень большую надежду на новые интересные проекты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...